здравствуйте начального артроза пальцев рук можно избежать если ежедневно делать массаж и гимнастику для пальцев и для кистей руки давайте же начнем самого начала нужно разогреть руки растираем ладошки тыльную сторону хорошо растираем запястья прокручивая и одной рукой и другой вращаем одну руку и другую эту и правую и левую таким образом растирание будет более интенсивным дальше умываем руки делаем движения такие какие мы делаем при умывании таким образом мы растерли и согрели руки можем вот так сделать пальцы еще потереть сильно далеко не выдвигая таким образом пальцы разотруются внутренняя часть каждого пальца все фаланги тоже хорошо согреются и также точно и большие пальцы дальше приступаем к растиранию каждого пальца каждого суставчика растираем глубоко захватывая придавливая со всех сторон круговыми движениями каждую фалангу каждый суставчик лучше конечно чтобы такой массаж вам кто-то делал особенно если у вас уже есть проблемы с суставами но если делаете вы сами так как например я себе всегда делаю сама виде сама массажа то я чередую руки сначала делаю большие пальцы одной руки большой палец потом другой руки не так легче и вы можете так делать потому что рука будет уставать дальше переходим следующему пальцу к указательным если у ваших родителей или там у бабушек дедушек была такая проблема с суставами был артроз то даже если у вас его еще нет вы все равно можете делать такой массаж потому что это заболевание может быть еще и наследственным у моей мамы был очень сильный большой такой артроз в уже взрослом пенсионном возрасте поэтому для меня массаж пальцев рук было всегда стояла как бы ну на первом не на первом месте но всяком случае я всегда себе обращала внимание всегда на свои пальцы тем более у меня руки очень похожие один к одному как у мамы так растерли указательные растираем средний палец выстираем со всех сторон хорошо прокручиваем лучше всего вам делать вместе со мной я буду делать так как я делаю делала бы себе просто этот массаж для того чтобы я считала что я сегодня я сделала такой массаж от начала до конца поэтому укорачивать по времени не буду растираю так палец можно вовнутрь и хорошо прокручиваем безымянный с хорошим таким нажимом немножко оттягиваем даже маленькими такими штриховыми движениями проходим обязательно сюда до конца доходим до первой фаланги до ногтевой части обязательно если есть болезненные места то надо их массажировать очень осторожно ну чувствительно чтобы было у меня например вы почувствуете если вы будете делать такой хороший массаж с усилием вы почувствуете где-то в каком-то пальце более болезненные места есть и наоборот естественно там где более боль ощущается сильнее можно остановиться по массажировать более длительное время но более аккуратно не сильно прижимая такие мизинцы если у вас руки сильно не болят пальцы вы не чувствуете боли то можно сделать сначала массаж на одной руки потом на другой и десятый палец дальше сжимаем кулаки нужно так я сжимаем стороны хорошо отводим все пальцы сжимаем стороны дальше делаем щепотку хорошо придавливаем и в стороны щепотку и в стороны так тоже делаем 3-4 раза сжимаем хорошо пальцы все и разводим в виде шара сжимаем хорошо каждый раз хорошо прижимаем можем пальцами вот так пройтись по поверхности или всеми вместе в течении это у вас будет оченьая такая leverage которая вы можете теперь работаем опять с каждым пальцем отдельности ну во первых можно вот так по часовой стрелке прокрутить и против каждый палец хорошо его поднимая максимально насколько возможно и в этом положении сделать максимальный круг одну сторону и в другую там где более болезненно может быть делаем очень осторожно и с другой рукой с пальцами другой руки на моих руках видно насколько все массажируется не только сам палец и вот сухожилия мышцы то есть массажируется вся ладонь отвожу палец максимально вверх стороны по кругу немножко массажируем руку выше сюда же предплечье чтобы разогреть она уже разогрелась но лимфоток нет туда вверх занимаемся до локтя и выше так дальше сгибаем и выпрямляем каждый палец сгибаем и выпрямляем сгибаем можно согнуть сразу насколько максимально может могут согнуться все фаланги закрутили и разогнуть максимально вверх сгибаем сгибаем так как у каждого сгибается аккуратненько не спеша но с усилием такая гимнастика очень полезно для людей для музыкантов для тех кто вяжет шьет печатает на машинке ну почти для всех людей которые сидят за компьютером которые тоже много печатают держат постоянно мышку в руке переходим к другой руке отводим палец и сгибаем тянем на себя максимально и сгибаем ладошки тянем и сгибаем потянули согнули и прижали не спешим выполняем медленно что почувствовать задержавшись на каждой вот такой позиции несколько секунд почувствовать натяжение почувствовать какой-то степени боль легенькую такую не сильную и тянем тянем я тяну то тянется вот сюда пупельная сторона ладони скручиваем туда по всем фалангам и возвращаем обратно скручиваем и возвращаем дальше очень важно вот эти еще первые фаланги ногтевые согнуть отдельно можно даже чуть-чуть вот так как бы повернуть капельку сторону в одну сторону и другую чтобы почувствовать вот эти вот стороны сустава и и развернули и развернули в эту сторону согнули и выпрямили согнули чуть-чуть если возможно разогнули так делаем 7 ногтевые вот эти фаланги немножко разворачиваем даже в стороны не спеша но с усилием задержали на 2-3 секунды согнули выпрямили и немножко так потянули вверх согнули выпрямили и подержали тоже можно 2-3 раза для каждого пальца в зависимости от вашей чувствительности сами смотрите над каким пальцем можно поработать подержать и по количеству времени и сколько раз на каждый палец уделить внимание также делаем с другой рукой это я уже сделала можно поочередно можно сделать одну руку вот бывает чувствуется вот это вот пластина прям конец моих ногтя очень важно подержать вот так и просто так раз разве все нет должны вы должны прочувствовать вот эти сгибы их нужно прочувствовать прочувствовать я иногда себе помогают даже ногтями вот так тогда от этого будет эффект чуть не сказала толк но надо все делать естественно с чувством с толком с установкой правильно мы же делаем для себя для себя любимых мы же хотим чтобы наши руки были всегда красивыми подвижными пальцы чтобы они смогли всегда все взять в руки и руки особенно для женщин которые больше других страдают артрозом пальцы в рук для них очень важно чтобы руки были гибкими пальцы были без всяких шишечек так продолжаем делать еще массаж своими же руками себя можно вот так кулачком хорошо по ладошке можно видеть его так кулачком прошли и протянули по всем пальцам вместе с тем расправили пальцы еще сделали и имнастику для пальцев опять прошли вперед сжали сюда прошли обратно также точно и второй рукой поэтому у нас есть еще здесь можно конечно сбросить все туда все болезни но лимфоток идет вверх поэтому немножко проглаживаем себя до локтя и выше аж до плеча и подмышку там где лимфа вот лимфа сюда гоним все в эту часть локтевую и потом дальше по руке еще очень хорошо себя вот так погладить захватить просто саму кожу потянуть здесь потянуть но если тело как у меня немножко припотело от лампы а так если более сух сухое но то все это хорошо вот так стягивается вот и вообще конечно должно все это если бы его так защипнули то но не должно оставаться в таком положении несколько секунд она должна сразу же ведь и все должно стать на свои места тогда ваши ручки долго будут еще оставаться молодыми гибкими пальчики не будет никаких артрозов вы будете еще очень долго выглядеть здоровыми и молодыми подержали нули поддержали все будьте здоровы чтобы иметь это видео у себя где-то там под под руками то подписывайтесь на мой канал если вы не подписаны ставьте лайк пишите комментарии помогает ли вам мой массаж и гимнастика для рук лучше ли вам хорошо ли вы себя чувствуете желаю вам всего самого-самого хорошего будьте здоровы